Вырастить ребёнка без болезни невозможно. Особенно часто болеют дети зимой. Ангины, торзелиты, бронхиты и отиты с годами могут перейти в хронические форматы. Самый верный и безопасный способ избежать этого – закаливание. И лучшее время года – лето. Тагуи Кустанян, трёхлетнего сына и пятилетнюю дочку, возят на море и водят в бассейн. Но радикальных мер закаливания неокрепшего детского организма не поддерживает. Я как-то против сильного закаливания, которое происходит, особенно во время крещения, в холодную воду от детей. Не знаю, я как-то против этого всего. Единственное, в лёгкой форме брызгать холодную воду на ребёнка. Окунать малышей в прорубь не советуют и врачи. Да и взрослым, особенно с хроническими заболеваниями, лучше не испытывать судьбу. Всё должно быть в меру и постепенно. Мы всё-таки рекомендуем детей совсем маленьких, таких до года двух лет, не купать в открытых водоёмах. С двух лет примерно. И с двух лет мы рекомендуем купать детей, которые при температуре 25 градусов, безветренная погода. Начинать вот такие купания в открытых водоёмах можно с двух-трёх минут. И смотреть на реакцию ребёнка, как он на это реагирует. Если ему нравится, то есть насильно тащить куда-то в речку, в море, ребёнка не надо. Если ему нравится, да, поиграли и в игровом варианте. Для детей постарше где-то непрерывное купание в открытом водоёме может быть минут 20 составлять. Прогулки на свежем воздухе необходимы в любую погоду. Говорят, нет плохой погоды, если правильно одеться. Летом гулять с ребёнком особенно важно. Витамин D образуется в организме, когда кожа подвергается воздействию солнечного света. С детьми разного возраста, любого возраста, ежедневно, от полутора до двух часов, один, два, три раза в сутки, в зависимости от погоды. Сейчас у нас жарко, гуляем с детьми маленькими в кружевной тени деревьев. Если вы только начинаете закаливание ребёнка, желательно начинать с воздушных ванн. Свежий воздух улучшает вентиляцию лёгких и газообмен. В результате повышается гемоглобин. Прохладный воздух бодрит и повышает аппетит. Когда ребёночек даже появляется на свет, первое, что он получает в своей жизни, это воздушные ванны. То есть из комфортного материнского организма он попадает во внешнюю среду с температурой 22 градуса. И уже это у него воздушная ванна, первое закаливание. И потом, как только мы его выписываем домой, он приходит, мы рекомендуем мамочкам проводить воздушные ванны. То есть оставлять ребёночка на 2-3 минутки раздетого одного, чтобы он привыкал к окружающей среде. Каждый ребёнок индивидуален. Поэтому перед началом оздоровительных процедур лучше всё-таки проконсультироваться с врачом-педиатром. Ведь главное здесь не навредить. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.